МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта неделя в Беларуси. Мы приветствуем вас в 2015 году. Меня зовут Юрий Гройров. Здравствуйте. Сегодня в наш первый эфир, когда и Россия, и Беларусь на новогодних каникулах, мы решили вспомнить наших самых ярких собеседников 2014 года. Они прокомментируют события, которые волновали нас больше всего. Давайте вспоминать. Вне сомнений, событие номер один в союзном государстве – это расширение его границ. 16 марта жители полуострова Крым и Севастополя высказались за переход в состав Российской Федерации. Аналогичные настроения возникли у большинства граждан Донецкой и Луганской областей. Конфликт на востоке между украинцами-сторонниками разных взглядов на будущее страны до сих пор в центре внимания всего мира. Беларусь не могла остаться в стороне и выступила главным миротворцем конфликта. Благодаря решительной позиции президента Александра Лукашенко 26 августа удалось собрать за столом переговоров в Минске руководство Украины, России, ЕС и ОБСЕ. По итогам этой встречи принят новый формат «Контактная группа по Украине» с участием представителей ЛНР и ДНР. Она собиралась в Минске уже пять раз. Стороны конфликта смогли решить многие ключевые вопросы, в том числе о прекращении огня и обмене пленными. В Белгосцирке на протяжении года прошли сразу два шоу «Братьев Запашных». Наша беседа с Эдгардом состоялась в самые жаркие дни конфликта на востоке Украины, не обсудить который мы не могли. Вы родились в Ялте. Теперь, получается, уже в России. Ну, получается, что да. Хотя я во всех декларациях пишу, что я родился в СССР. А, вот так вот. Да. Ну, я родился в СССР, да. Я еду за границу. Ну, а хорошо. Собственное ощущение. Вы гражданин СССР, вы гражданин... Ну, понятно, что гражданин России. А есть ли ощущение того, что вас связывает что-то с Украиной? Ощущение, конечно. И в связи с этими событиями... Оно даже не ощущение, оно убеждение. Вы понимаете, мой прадед, он с Богодухова. Он прям корни наши запашные оттуда. Папа, несмотря на то, что родился в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, очень много и часто бывал на Украине. И мы с братом учились в школе практически во всех городах. И брат родился в Харькове. И в Харькове, и в Луганске, и в Днепропетровске, и в Донецке, и в Запорожье. Причём по несколько раз на протяжении 10 лет мы туда приезжали. И вот то, что сейчас происходит на Украине, просто так меня тронуть, ну, я имею в виду, оставить равнодушным не может. И когда мы подписали письмо в поддержку позиций нашего президента по Крыму, оппозиция президента была, ну, достаточно простая её, не понимаю, почему её интерпретируют по-разному. Если жители Украины изъявят свою волю и захотят войти в состав России, мы им примем. То есть нам стучатся в дверь, и мы её открываем. Всё очень просто. Значит, тот же пошёл на наш поклёв, там, письма начали какие-то гневные присылать, что вот вы, предатели, горит вам в аду, никогда вы на Украину въездной и выездной не будете, там, мы вам всем отомстим. А я считаю, что если когда-либо, там, я не знаю, часть нашего государства, России, скажет, мы хотим жить с белорусами. Вот есть регион, который скажет, вот мы любим и всё, или там какая-то историческая, ну, почему не отпустить? Ну, если люди это хотят, ведь они же там живут, они коренные жители. Главное спортивное событие года – Олимпиада в Сочи, которую сотни аналитиков признали лучшей за всё время проведения игр. Она была невероятно удачной и для белорусов. Главный герой игр – биатлонистка Дарья Домрачева. Три золота. Гостями нашей программы были ещё два олимпийских чемпиона – фристайлисты Алла Цупер и Антон Кушнир. А в мае Беларусь успешно провела чемпионат мира по хоккею. Мы приняли в эти дни более ста тысяч туристов, большинство, конечно же, россияне. А в финале подопечные Олега Знарка обыграли Финляндию со счётом 5-2. Это уже пятое золото России на мировом чемпионате. Неделя в Беларуси тоже была аккредитована на чемпионате мира по хоккею. Вместе с менеджером дирекции по его проведению, Петром Рябухиным, мы радовались тому, что Беларусь в мае отменила въездные визы для всех болельщиков. Билет вместо визы. По вашим оценкам, насколько это помогло привлечь болельщиков иностранных? Да, многие болельщики восприняли это очень положительно. Это облегчало им, так сказать, все пути приезда в Беларусь. Можно было сидя дома, в интернете распечатать электронную версию билета, взять паспорт и поехать ночевать мира по хоккею. В Малиновку под землей. К чемпионату планировали сделать длиннее минское метро. Не успели. Станция Малиновка открыта только через месяц после первенства. Но событие все равно крайне важно для двухмиллионного мегаполиса. Крупнейший спальный район теперь связан с центром. Про активное строительство метро мы говорили с коленным меньшанином, ныне переехавшим в Москву певцом Дмитрием Колдуном. Дмитрий, а вы-то когда последний раз были в метро? Я в Минском метро был очень давно. Недавно был в Московском, но тоже очень по вынужденной причине. А в Минском был очень давно, здесь меньше пробок, и как-то получается больше ездить на машине. В Минском был в 2007 году, еще, по-моему, увидел свой клип. То есть пять лет? Да. То есть пять лет вы не видели метро? Не видел метро. Еще, по-моему, на станции Кострышницкой увидел свой клип на песню, с которой я выступал на Евровидении. Ездил в капюшоне, в высоких сапогах, но я тогда так ходил. И меня остановили сотрудники милиции и потребовали документы. То есть вы поэтому пять лет теперь не спускаетесь? Ну вот, да, они мне запретили в таком виде появляться в метро. А что касается вот новых станций, которые открылись сейчас на Юго-Западе, то когда я учился в 12-й гимназии и хотел поступать в медуниверситет, мне их очень не хватало там, потому что я ездил вот из района Пушкинской. И сейчас это было бы гораздо быстрее туда добраться. К чемпионату мира обновлены и воздушные ворота Беларуси. Национальный аэропорт Минск теперь рассчитан на более чем 6 миллионов пассажиров в год. Есть и удобная транзитная зона. Окна в пол, панорамные лифты, множество кафе и баров. Кстати, авиасообщение с Москвой увеличено до 12 рейсов в сутки. А всего самолеты из Минска летают уже в 8 городов России и более чем в 70 зарубежных аэропортов. Воздушные ворота лично инспектировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Как долго находится здесь человек? Вот в этой зоне, я думаю, что не больше 5 минут во время чемпионата. Сама проверка порядка 40 секунд. Вставил паспорт, доставил паспорт. 1200 человек в час пропускаем вот здесь. Было 600. А вот новый аэропорт мы обсудили с исполнителем Тео. В мае он вышел в финал Евровидения с песней «Чизкейк». Как вам модернизировано знание? Видел, видел, был. Первое ощущение, которое посещают – светло. Наконец-то Минский аэропорт стал светлым. Хотя я, конечно, не думаю, что это может являться неким фактом для привлечения туризма. Это, в общем-то, я думаю, это обычный факт, и так и должно быть, чтобы в нашей стране, в Европейском государстве был достойный аэропорт. Ну, слава богу. Куда приятно прилететь и откуда приятно, но тоскливо улетать. Субтитры сделал DimaTorzok Среди рейтингов, в которых в минувшем году побывала Беларусь, обращает на себя внимание один не очень радостный. Одно из лидирующих мест по потреблению алкоголя на душу населения – такие данные ВОЗ. Сокрушался по этому факту член правления Международной академии трезвости профессор экономики Степан Восковский. Вот пьющий человек. Ну, во-первых, он похож на аборигена. Которому привозят бусы из стекла, а забирают у него золото, серебро, бриллианты и так далее. Человек тяжело работает, чтобы заработать деньги, а ему реклама. После работы зайди, выпей пиво, остаграмся, да, и ты расслабишься, и будешь счастлив. Международная академия трезвости, членом которой вы являетесь, как она помогает решать эти вопросы? Мы ведем исследования в этом направлении. Поймите, кто нам противостоит? Сегодня в мире проживает примерно 7 миллиардов человек. Среднее потребление алкоголя около 6 литров на душу населения. В всей планете? Вы прикиньте, какие деньги собирает алкогольная лобби, если не сказать, мафия. Ее остановить просто так невозможно. Вот смотрите, самый последний ужас, который нам внушают через телевидение и другие средства массовой информации, это что? Эбола. Это действительно трагедия, если человек, 4 тысячи человек или 5 тысяч человек погибает от Эболы, и там изорожены много. Это трагедия. Почему это трагедия? Потому что высшая ценность – это жизнь человека на Земле, но каждого человека, а не избранных. В это же время, на Земле, каждые 10 секунд, вот мы с вами разговариваем, каждые 10 секунд погибает человек от алкоголя. Это прямая зависимость. Он перепил, сгорел, он перепил, совершил суицид, он вышел на улицу, попал под машину, его зарезали в пьяной драке и так далее. Так что, что опаснее – Эбола или алкоголь? Интересный разговор весной получился с художником Никасом Сафроновым. Он рассказал про портреты первых лиц и дружбу с ними. Наверное, для белорусской публики самым любопытным портретом был портрет Александра Лукашенко в образе Франциска Скарины. Да. Но в Минске этой картины нет. Ну, она находится у Лукашенко. Вот губернатор Бреста отвез и подарил. Я получил благодарность от Александра Григорьевича. Он пообещал, что он придет на выставку, я верю в это. Я извинился, что он не смог быть на открытии, но прислал красивое письмо, грамотное, очень точное. И это видно, что он писал сам, потому что она написана человеком, который знает другого человека, о ком он говорит. Вы написали, если я не ошибаюсь, шесть портретов Путина? Не шесть, нет. У меня есть графика, наброски, эскизы. И есть два портрета, скажем, таких, наиболее законченных. Есть истерия ко времени, а есть портреты, которые являются, ну, скажем, официальными. Они писались с натуры? Ну, я с ним общаюсь, я вижу иногда и я могу наблюдать. У меня такая память, как бы, образная, что мне нужно увидеть человека пообщаться. Если я фиксирую на вас, мне не обязательно, что вы сидели, мне месяцами позировали. Я схватываю, запоминаю, я делаю легкие наброски, тот потом перевоплощается на холсте уже в картину, в портрет. А каких-то политических взглядов вы сами придерживаетесь? Конечно, я подриваю за Россию. Вы член какой-то пары СМИ или вне этого? Никогда, никогда. Все, что они делают, позитивные, хорошие, для детей, для сирот, для страны. Я всегда готов участвовать и в акциях, и в аукционах, но я никогда прошу не позиционировать меня с той или иной партией. Вот я против этого. Это может быть американский президент, который говорит против наркотиков, но я не говорю, что я американец или за Америку. Совершенно не так, наоборот даже. Если это Папа Римский говорит против дистрофии в Африке, Иоанн в 90-х году, я, пожалуйста, но это не значит, что я католик. Нет, любая вещь связана с поддержанием благополучия на Луне. Но вы же много занимаетесь благотворительностью. Я участвую, занимаюсь. Только что была продана моя картина по предложению 3К для детей, нуждающих в поддержке больных в Ульяновске. Вот была выставлена моя картина, продалась за 25 тысяч. Мисс Беларусь-2014 стала медсестра из Сморгония Виктория Меганович. Национальный конкурс красоты проводят раз в два года, причем особый акцент по поручению главы и государства делается на девушек из регионов и отдаленных уголков страны, чтобы подчеркнуть, каждая белоруска имеет шанс стать королевой. Мисс Беларусь-2014! 17! Виктория Меганович! Брат с одной, новая, неизбелась! Вот она перед вами, друзья, Виктория Меганович! Кстати, Виктория значит победа. Все абсолютно логично. Класс следующих хода именно Виктория будет носить корону. Сразу после победы новая мисс Беларусь стала гостей нашей программы. Хочу спросить, где ваша корона? Или вас уже узнают без короны? Узнают и без короны. Есть такое немного. А корона – это национальное достояние. То есть вам ее не дали? Нет, они ее охраняют. А, вам дали поддержать? Да, да, да. То есть досуге я не могу ей насладиться. Ну, а если серьезно, как изменилась жизнь после конкурса? Честно говоря, чего-то такого глобального изменения не произошло. То есть я так дальше работаю, занимаюсь спортом, учу английский язык. Ну, конечно же, больше внимания журналистов, людей. Все поздравляют души на работе, на улице встречают. Вот вы победили, да? И вообще, на следующий день вы проснулись с какой мыслью? С мыслью неожиданности и того, что, наверное, как-то не могла поверить. Да, помнишь, или же наконец-то все только начинается? Каких мыслей было больше? Скорее всего, все только начинается. Ну, просто знаете, как многие артисты, да? Раз, показали какой-то фильм, и он на завтра вошлся знаменитым. Вот было у вас такое? Ощущений такого не было, потому что я, на самом деле, изначально не поверила в это. То есть для меня это большая неожиданность. Ну, конечно, кого-то не дали, конечно, еще как-то поверишь. Для меня это просто неожиданно было. И на самом деле, если бы я как-то готовилась к этому, подготавливала сама себя, а так как все это произошло внезапно, и на самом деле это было очень приятно. Была ли сильна конкуренция во время конкурса? Потому что принято всегда говорить, что нет, мы там все дружили, мы до сих пор дружим и так далее, и так далее. Но мне кажется, вот я лично не верю в эти истории. Ну, честно говоря, было всякое. Все девушки пришли на конкурс побеждать. Дружелюбие было. Девушка вот одна из участниц не выдержала. Конкуренция, скорее всего, испытаний каких-то. Из лишнего дружелюбия не выдержала. Ну, мне кажется, скорее всего, вот этого напряжения, того, к чему в обычной жизни не привыкла. Премьера осени «Белые росы-2». На минувшей неделе фильм появился в российском прокате. Но режиссер Александра Бутер открестилась от рекламного посыла. Мол, это фильм по мотивам «Белых рос», но не более. На самом деле, это совершенно другой фильм. И сравнивать тут особо нет смысла. Конечно, «Белые росы» – это великое кино. И Добролюбов был великий режиссер. И никто не пытался это переплюнуть. Мы сделали свою, такую вот собственную, маленькую свою историю. Просто немножечко причастную к той истории хотя бы автором сценария Алексеем Дударевым, который 30 лет назад написал «Белые росы». Ну и, в общем-то, это была его идея – сделать продолжение. Ну вот «Белые росы» 1983, назовем их так, в них рассказывалось об урбанизации. Тогда этот процесс в Беларуси затронул сотен тысяч людей, в общем-то. О чем современный Белый рос? У нас столкновение двух поколений. Современного молодого поколения, которое стремится получить все и сразу, не стремится особо думать, какой ценой это достается, для которых материальные ценности превыше всего. И того пожилого поколения, вот из тех белых рос, которые являются носителями настоящих ценностей, то есть любви, добра, любви к родине, любви к семье. Обломал немало веток, наломал немало дров. Для меня эта картина настолько драгоценна, и что снимать что-то такое под названием «Два» – это вызов. Ты влюбилась, что ли? Она площадка в полном позитиве, люди вокруг работают, только в хорошем настроении. У нее нет проблем. У нее совершенно волшебное ощущение кино. Она до сих пор кино, как, в принципе, и я, и себе пытаюсь это сохранить, что кино – это чудо, что возможность сниматься в кино актеру или снимать кино как режиссера – это подарок. По-настоящему основная нагрузка – это все-таки был согласие Николая Петровича Караченца участвовать в этом проекте. И остальное, как бы, здесь все меркнет на фоне. Вскоре мы вернемся к нашим гостям 2014 года, а пока актуальные ответы на вопросы о жизни в союзном государстве. Справку вы можете получить в консульском отделе либо отделениях посольства Беларуси в России. Документ оформляется за один день и стоит 35 евро. «Хочу поехать в Минск на выходные и взять с собой собаку. Какие документы нужны для ее перевозки?» Необходимо иметь разрешение на временный вывоз за границу, которое выдают в Клубе Федерации любительского собаководства, а также паспорт животного и чип. «У Беларуси и России общий бюджет союзного государства. Но наши страны не равны ни по населению, ни по площади. Скажите, а каким образом формируется общий бюджет союзного государства?» Исходя из решений правительств, утверждаемых президентами Беларуси и России, две трети бюджета союзного государства формируют российский взнос, одну треть – белорусский. Но данное положение пересматривается и принимается заново ежегодно. Финансово-экономическая ситуация в Беларуси оставалась стабильной до декабря. Население отреагировало на девальвацию в России и стало активно ездить туда за покупками. Образовался дефицит валюты. Нацбанк был вынужден ввести 30-процентный сбор на покупку валюты. Он будет действовать до 1 февраля 2015-го. Но чиновники разных уровней уверяют, что в отличие от России Беларусь постарается избежать девальвации. Чтобы стабилизировать ситуацию, глава государства накануне Нового года назначил главу своей администрации премьер-министром. Наша экономика, к сожалению, очень зависима от внешних рынков, но в то же время хватает и внутренних проблем. И мы должны навести идеальный порядок, чтобы минимизировать то негативное влияние, которое на нас оказывает мировая экономика. Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси. Экономист Георгий Гриц рассказал нам о том, что девальвация была бы необходима промышленности по объективным причинам. У наших основных партнеров она произошла. В одном из своих интервью вы говорили о том, что девальвационное согласование нужно проводить в рамках таможенного союза. То есть если падает курс рубля в России, соответственно, Казахстан и Беларусь должны также каким-то образом снижать курс своей национальной валюты. Ну вы правы. Давайте оценим вообще. Вот есть нормальные терминологии, валютные войны. К сожалению, само ключевое слово «война» это говорит, что это не очень хорошо. Вот за 11 месяцев текущего года Россия девальвировала порядка на 50 с копейками процентов. Я буду круглыми цифрами оперировать, чтобы не загружать. Украина – это тоже наш партнер, кстати, второй страновой партнер. Это порядка 100 процентов. Казахстан – 17 процентов. Мы – 13 процентов. То есть если говорить о том, что мы поставляем нашу продукцию в Российскую Федерацию… То есть мы как экспортеры становимся в невыгодном положении. Совершенно. Потому что мы поставляем на рынок страны, которые более ускоренно девальвируют. А если к тому же добавить, что порядка 50 процентов наших субъектов хозяйственного имеют рентабельность ниже 5 процентов, считаем, да, отнимаем уже наша разница 30 процентов. Но так арифметически тоже нельзя считать, потому что мы и закупаем сырье в России. Это нам плюс, да. Но так или иначе, и это подтверждают наши министры, потери уже осчисляют сотни миллион долларов. Ну а самым рейтинговым стал эфир с чемпионом мира по боям К1 с Забитом Маугли Самедовым. Нашу программу по статистике сервиса YouTube посмотрели его поклонники более чем в 70 странах мира. Забит, ну прежде всего, как вы пришли в этот суровый вид спорта? Я знаю, что ваша мама до сих пор против, что вы занимаетесь. Ну да, я думаю, любая мама будет против такого вида спорта увидеть своего сына, если там по телеку даже смотреть, как там, скажем тогда, дерутся, лупятся там. И как бы ты же тоже получаешь, когда тебе бьют, ты бьешь. Любая мама, я думаю, была бы против. Ну, ваша мама присутствует на ваших боях? Нет. Нет? А по телевизору? Она смотрит по телевизору, да, только по записи. В прямом эфире она, конечно, смотрит. Ну хорошо, а что мама вам говорит перед боем? Она, скажем так, у нас есть примет такая, она стакан водой обливает просто за мной. Это все. На даче. На даче. Да. А почему вы взяли себе псевдоним Маугли? Вроде не самый агрессивный персонаж. Этот тренер мне отдал такое прозвище, как бы это лет уже, наверное, 12, если я не ошибаюсь. Да. Этот псевдоним у меня, как бы, может быть, я в детстве чем-то похож был на него. Поэтому тренер с того времени, как назвал, так и пошло это у меня. Прижилось? Да, прижилось. Ну, может, я уже вырос, тарзаном стал, не знаю, но выхожу до сих пор как бы под псевдоним Маугли. Вот таким мы увидели 2014-й. Увидимся ровно через неделю. Хорошего всем настроения на новогодних каникулах. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова